В этот день матери я хочу отдать долю, которые воспитывают чемпионов для Христа. Я хочу, чтобы это послание было ободрением для них, чтобы они и дальше воспитывали чемпионов для Христа. Не секрет, что сегодня материнство находится под постоянной атакой. Материнство — это одно из величайших призваний человечества. Материнство — это одно из самых сильных и влиятельных служений. Материнство способно влиять на общество, нации и на весь мир. Материнство влияет на будущее мира сильнее, чем великие императоры. Вы скажете, а почему ты так считаешь? Да потому что нельзя назвать человека, достигшего великих вершин, мужчину или женщину, не увидев, что за ними стоит мать. Я уже говорил ранее, за каждым успешным мужчиной, сюрприз, стоит сёща, не мать. Святой Августин достиг многого. Даже полторы тысячи лет спустя мы говорим о нём и его влиянии на мир. Он пришёл к Господу в ужасном состоянии в Италии. Тимофей, ученик апостола Павла, достиг великих свершений в церквях Малой Азии и Риме. Как говорит сам апостол Павел, всё это произошло благодаря молитвам его матери и бабушки. Джон и Чарльз Уэсли повлияли на мир и продолжают влиять на него даже и сегодня. Всё это произошло благодаря Сузанне. Она молилась за всех. 11 своих детей. Она молилась по часу в день за каждого ребёнка. Нам трудно даже представить подобное, но сегодня я выбрал необыкновенную мать, которая повлияла на весь мир. Четыре тысячи лет назад, и сегодня мы ощущаем это влияние как никогда. У неё был сын Моисей, его мать достигла великих свершений. Не забывайте, что Моисей, давший закон и освободивший народ. Моисей, которого Бог использовал, чтобы дать десять заповедей. Десять заповедей — это отражение характера Божьего. Мы не можем отбрасывать их или преуменьшать их значение. Именно Моисей повлиял на этот мир так, что его влияние видно и сегодня, четыре тысячи лет спустя. Моисей был продуктом влияния, обучения и молитвы его матери. Её звали Яхаведа. Яхаведа представляла всё позитивное в материнстве. Яхаведа — это пример для всех благочестивых матерей. Она — пример самопожертвования. Яхаведа — пример доверия Богу Живому в тёмной, опасной и враждебной культуре. Там было хуже, чем сегодня у нас. Несколько лет назад кто-то издал брошюру под названием «Нужно селение, чтобы воспитать ребёнка». Но Библия и история говорят нам, что нужна вера в Бога Живого, молитва Богу Живому, посвящение в наставлении Слову Божьему, самопожертвование, чтобы воспитать ребёнка в путях Божьих. Почему? Да потому что безбожное селение воспитает безбожных детей. Аморальное селение воспитает аморальных детей. Неверующее селение воспитает неверующих детей. Единственный способ воспитать благочестивых детей — это благочестивые матери, отцы, бабушки и дедушки. Давайте вернёмся к Иоховеде. Она является примером материнства потому, что учит всех нас приоритету материнства, защите материнства, обучению детей в материнстве и обеспечении детей в материнстве. Прежде чем рассказать вам об Иоховеде, я хочу уделить одну минуту истории. Прежде чем перейти к приоритету, защите, подготовке и обеспечению Моисея, я хочу поделиться с вами этой историей. За 300 лет до рождения Моисея его предок Иосиф, любимый сын Израиля, был продан в рабство. Там с ним относились плохо, и он оказался в тюрьме. Но Бог следит за верностью своих детей, где бы они ни были. Бог знает и награждает верность своих детей. Он взял его из тюрьмы и поднял в тронный зал Египта. Потом Иосиф привёл своих братьев. Он простил их. Он привёл своего отца, и там его дети жили более 400 лет. Но за 100 лет до того, как уйти в пустыню из Египта, их число увеличилось. Они выросли с 73 человек до 1 или 2 миллионов. Так говорят самые скромные оценки. В исходе, 1 главе, 8 стихе сказано, «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Иосиф, предок Моисея, спас Египет. Он спас весь регион, и, возможно, мир от голода и смерти. 300 лет каждый фараон, сидящий на престоле, был добрым к евреям, потому что они помнили о том, что Иосиф сделал для их страны. В знак благодарности за то, что Иосиф сделал для их страны, фараоны хорошо относились к евреям. Но потом появился новый фараон. Он сказал, «А я не знаю, что сделал этот Иосиф. Да это меня и не интересует. Эти люди — национальная угроза. Они становятся нацией внутри нации». «Мы должны уничтожить их». И этот фараон издал указ. Он сказал всем акушеркам в Египте, «Когда будете принимать роды у израильтян, в их квартале, вы должны убить их до рождения или сразу после рождения». Друзья, это называется аборт по требованию. Но когда родился Моисей, его мать Иохаведа поняла, что у Бога есть план для ее сына, она поверила Господу. Она знала, что ее сын — Божий дар. Когда я встречаюсь с молодыми родителями у себя в кабинете, то в первую очередь говорю им, что их дети — это не их дети. поймите, наши дети — это не наши дети. Мы думаем, что они наши. Но нет, это Божьи дети. Бог доверяет нам их, чтобы мы воспитали их. Когда мы понимаем, что наши дети не принадлежат нам, но Богу, мы начинаем понимать величие Божьей благодати. Он дает нам детей, чтобы мы воспитали их для Него. Это удивительная обязанность. Я благодарен Богу, что Иохаведа научила Моисея Слову и плану Божьему. Послание к евреям восполняет некоторые пробелы. Если вы посмотрите на 11 главу, конкретно на 23 стих, там сказано, что верою Моисея по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо они не устрашились царского повеления. Во-первых, вы должны увидеть, что благочестивые матери защищают своих детей. Иохаведа прятала своего сына три месяца. Они жили друг у друга на голове, а она прятала младенца, и он не плакал три месяца. Это чудо. Потом она сплела корзину и положила ее в воды Нила. Она верила, что Господь поможет защитить этого драгоценного мальчика. Я хочу рассказать вам несколько фактов о Ниле, которые вы, возможно, не знаете. Библия не говорит о них, но это факты. Нил считают древним символом жизни. Он несет воду и жизнь. Но для большинства египтян Нил был символом смерти, а не жизни. Идолопоклонство крокодилам, жившим в Ниле, было весьма популярно в Египте. Нил, символ мира, стал источником жизни для Моисея, потому что Бог был у руля. Египтяне приносили своих детей в жертву богам Нила. И Ахаведа смотрела на источник смерти, как на источник жизни, когда Бог стоял у руля. И Ахаведа защитила своего драгоценного ребенка. Как я уже говорил вам, язычницы-египтянки бросали своих детей в Нил, чтобы принести их в жертву богам Нила. но и Ахаведа покрыла корзину, чтобы защитить своего сына от влияния вод мира, чтобы он выжил. Благочестивые матери запечатывают корзины своих детей Духом и Святым, чтобы их дети верили Богу, доверяли Богу, ходили с Богом и служили Богу. Но не только это. Мы постоянно слышим по новостям, как многие родители жертвуют своими детьми ради денег, ради славы, ради популярности, но благочестивые матери защищают своих детей, сплетая вокруг них корзину Слова Божьего. Они делают это для того, чтобы не позволить своим детям утонуть в водах этого мира. Когда она положила его в тростниках Нила, там, где купалась дочь фараона, каждый день, она попросила свою дочь, Мириам, проследить за этим. И точно по расписанию, как только дочь фараона вышла купаться со служанками, то увидела корзину и открыла ее. Она влюбилась в этого ребенка. Все это происходило под присмотром Мириам. Как только дочь фараона перестала восхищаться ребенком, Мириам вышла из камышей и спросила, «Вам нужна женщина, чтобы вырастить этого ребенка?» «Да». «Разве это не удивительно?» Иохаведа растила, обучала, наставляла своего сына Моисея до восьми лет и еще получала за это деньги. Разве это не удивительно, друзья мои? Вот как работает Бог, если вы не знали. Это ключевые годы в жизни ребенка. От рождения до восьми лет. Это самые важные годы. И в эти годы Иохаведа учила своего сына Моисея, прежде чем его забрали во дворец фараона. Она рассказала ему о его предках. Она рассказала ему об Аврааме и завете, который Бог заключил с Авраамом, а затем с его сыном Исааком и его внуком Иаковом. Она рассказала ему об истории семьи. Она рассказала ему о верности Иосифа во времена, когда другие шли на компромиссы. Он остался верным. У него не было Библии, не было заповедей. Но он знал сердце Божие и чистоту. Он отказался от прелюбодеяния с женой Патифара. Я уверен, она рассказала ему историю о верности Иосифа. Она рассказала ему о Божьем плане избавления его народа. Это обетование, которое он дал Аврааму треместами годами ранее. И оно исполнилось через 400 лет, как и обещал Бог, язычницы египтянки приносили своих детей в жертву крокодилиям богам Нила, чтобы успокоить их. Но и Ахаведа защитила своего сына. Я хочу, чтобы вы сказали на это «Аминь». Наверное, когда фараон издал этот указ, то думал, что убьет двух зайцев. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Я успокою богов Нила, бросив им детей и в то же время прорежу еврейское население и уничтожу их. Но все пошло не по плану. Фараон и Египет всегда представляются в Библии как символ сатаны, нечестивой философии, нечестивой мировой системы. Они всегда были символами нечестивой мирской системы. Но слава Богу за благочестивых матерей. Благочестивые матери всегда пытаются защитить своих детей от нечестивого влияния этой культуры. Я благодарен Богу за благочестивых матерей, которые постоянно плетут корзины Слова Божьего. Они делают это, чтобы сберечь своих детей. Я благодарен Богу за благочестивых матерей, которые постоянно хранят сердца и умы своих детей. Я благодарен Богу за благочестивых матерей, которые защищают своих детей от ила рек этого общества. Я благодарен Богу за благочестивых матерей, которые постоянно ведут, хранят, присматривают за своими детьми, когда они входят в воды безбожных школ и безбожной образовательной системы. Я благодарен Богу за благочестивых иоховет, которые находятся здесь и постоянно защищают своих детей от крокодилов, наркотиков, сексуальной аморальности, мирского гуманизма, сомнений в Слове Божьем, безбожных друзей, от крокодилов терпимости к греху, от крокодилов, которые хотят пожрать моральный компас в наших детях. Я благодарен Богу за вас. За вас, дорогие мамы. Все было против Иоховеды, культура была также против нее, закон страны тоже был против нее, правительство было против нее, вся система была против нее, но она не просто защитила своего сына, но и подготовила его. Почти восемь лет она готовила его к языческому дворцу фараона. Почти восемь лет она готовила его к языческому влиянию фараона. Она готовила его, чтобы отдать его под защиту рук Божиих. Божий план для наших детей больше нас самих. Вот почему мы должны отдать их в руки Божьи. Божий план состоит в том, чтобы наши дети были солью и светом в этом мире. Божий план состоит в том, чтобы наши дети были послами Иисуса Христа сами. Если бы Иоховеда не подготовила Моисея к дворцу фараона, то ход истории был бы другим. Я понимаю, что это гипотеза. Бог мог сделать все, что угодно, но я все равно спрашиваю, а что если два миллиона евреев так и не вышли бы из рабства? Один или два миллиона евреев, или более, были бы в рабстве и сегодня, евреев. Бог хотел освободить их через Моисея с помощью Иоховеда. Мы приписываем это достижение Моисею, но Иоховеда получит большую награду. Я хочу спросить вас, следуете ли вы плану Божьему? Вы можете быть молодыми или пожилыми, это не имеет значения. Вы можете быть мальчиком, девочкой, мужчиной, женщиной, бабушкой, дедушкой, следуете ли вы Божьему плану? Или вы выкапываете себе ямы и говорите, мы не пойдем. Бог желает, чтобы вы работали по Его плану. Я знаю, что Бог может тянуть вас, даже если вы будете кричать, брыкаться и сопротивляться, Он выполнит свою цель. И поэтому вам стоит сотрудничать с Ним. Возлюбленные, если бы Бог Отец не отдал Бога Сына, то мы с вами никогда бы не пережили спасение, прощение грехов, мир и радость в этом мире, и жизнь вечную с Ним в мире будущем. Если бы Иисус не был готов отдать свою жизнь, мы бы никогда не освободились от рабства греха. Я хочу сказать в завершении проповеди, у всех нас есть матери, которым мы очень благодарны. достаточно посмотреть на скамейки на игре. Огромные игроки смотрят в камеры и говорят «Привет, моя мама». Они не говорят «Привет, папа», но «Привет, мама». Все мы благодарны нашим мамам. Если они живы, слава Богу. другие же радуются тому, что их матери в тронном зале Бога радуются вместе с Ним. Вот самая важная часть, на которой я и закончу сегодня. Спросите себя. Это касается всех вас лично находящихся здесь и также смотрящих нас по телевизору. Задайте себе следующие вопросы. «Как вы продолжаете наследие своей матери?» «Как вы продолжаете наследие своей матери сегодня?» Спросите себя, «Что вы делаете для развития наследия своей матери?» «Как вы меняете мир ради Иисуса Христа?» Скажу вам, Моисей исполнил миссию своей матери, и он сделал это весьма достойно. Она не напрасно рисковала своей жизнью. А как насчет вас? Насчет вас. Лично вы исполняете эту миссию сегодня? Вам нужно исполнять ее? Ваше наследие — это ваши дети. Вложите себя в них. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Майклом